Приветствия! Подчеркиваю, закрыли не текущий этап тестирования, а саму регистрацию, так что те, кто играли, могут спокойно продолжать это делать. Хотя это не успел, ну... Думаю, вам, скорее всего, придется ждать до следующего этапа тестирования, либо же пока разработчики снова не откроют эту возможность. War Thunder Edge, а уже War Thunder Mobile, вновь распахнула перед нами свои двери. Более чем после 5 месяцев перерывов скачать игру вы можете на этом сайте. Сайт является официальным сайтом игры. Ссылку найдете в описании к видео. И несмотря на то, что регистрация уже завершена, те, кто участвовал в тестировании Edge версии, все еще могут попробовать зайти на текущий тест, ведь у них уже есть ранее созданный аккаунт. Однако я не уверен, и это лишь мои догадки. Но сам я также принимал участие в первом тестировании, и мой аккаунт с того времени сохранился. Что же, а тем, кто еще остался тут, предлагаю взглянуть на то, с чем мы теперь имеем дело, и что вообще произошло и изменилось в игре за 5 месяцев. Итак, запускаем игру. Хочу отметить, что локализации нет. Хотя в трейлере, который вышел приблизительно 3 месяца назад на официальном YouTube-канале разработчиков игры, был в трейлере показан английский язык, но в игре его нет. Вообще никакого, только турецкий. Также в описании я оставлю тайм-коды, вы можете выбрать интересующий вас момент. Секунду. Заранее извиняюсь за какие-то оговорки, у меня особо нет опыта в создании подобных видео, это мой первый опыт. Также я на время убрал текстовую дорожку, ну или субтитры, называйте как хотите. Да, я знаю, у меня есть определенные проблемы с дикцией, но я буду стараться говорить внятно, чтобы вам все было понятно и ясно. Итак, небольшая экскурсия по ангару. Опять-таки повторюсь, в описании будут тайм-коды, сможете переключаться, чтобы не смотреть это, если вам неинтересно. Поехали. Здесь у нас идут настройки. Это настройки звука, настройки графики. Насчет 120 FPS не уверен, я их не чувствую. Мне кажется, максимум 60. Настройки профиля. Здесь должна быть локализация. И настройки чувствительности экрана. Я здесь ничего не трогал. Здесь можно выбрать класс техники. Самолеты тоже есть, но они сделаны в виде серии очков. Об этом позже. Итак, перейдем к веткам. Ветки здесь устроены не так, как в большой версии. Здесь они совершенно по-другому устроены. Сейчас я вам покажу на примере вот этого вот японца. Нажимаем сюда. И открывается мини-ветка. Мини-ветки всегда плюс-минус одинаковые. Состоят из двух средних танков. Ну, или средний, тяжелый, легкий и тяжелый. Одной противотанковой установки. И зенитки. Все ветки, в принципе, такие. Вот я вам покажу. Ну, то бишь. Собственно, вот. Прокачивается это дело следующим образом. Вот этот уровень, который рядом с профилем. Когда вы его прокачиваете, вам открывается к покупке новой танки. Но не нужно думать, что этот уровень соответствует рангу. То бишь, если у меня четвертый уровень, я не могу пока что купить или открыть танк четвертого ранга. Вот, например, Т-34. Он у меня заблокирован. Оно не соответствует. Не нужно думать. Ветка же прокачивается следующим образом. Чину-2 у нас является, ну, главным танком ветки, если так можно назвать. Его уровень прокачивается и, соответственно, открываются следующие танки. То есть, допустим, берем этот танк. Вы прокачиваете его уровень. На пятом уровне открывается этот танк. На десятом этот. И на пятнадцатом последний танк ветки, если так можно назвать, зенитка. Также по поводу прокачки. Когда вы здесь что-то прокачиваете, оно распространяется на все танки в ветке. Дальше идем. Валюты. Хотел бы пожать руку тому, кто придумал засунуть расходники в валюту. Премиум аккаунт. Серебро. Золото. Регулярно можно по несколько раз забирать золото бесплатно. Вот по десять единиц я уже сегодня забирал. За золото покупаем премиум танки и премиум аккаунты. Больше пока ничего не видел. Ну и по мелочи можно докупать дублеров и так далее. К слову, с дублерами и расходниками вообще никаких проблем не наблюдается. Их за уровни, за поднятие вот этого вот уровня профиля дают очень много, так что можете смело их тратить. Есть индивидуальное предложение. В целом, как и донат, но он не работает, так как тестовая версия. Дальше. Покажу вам кораблики немного. За них я тоже успел чуть сыграть. Видите, уровень здесь у меня третий. Потому что разная техника, понятно. Тут, как я понял, есть три класса. Хочу вам показать. Вот, выделяется подводная лодка. Но я не успел ее открыть к этому видео, потому что в связи с тем, что закрыли регистрацию, я побоялся, что еще что-то может измениться кардинально и решил как можно быстрее записать ролик. Но если в будущем будет смысл, то, возможно, я запишу еще один видеоролик, который будет посвящен подводной лодке. Ну, то бишь, вообще всем подводным лодкам. Здесь расходники, но они немного отличаются от тех, что у нас есть на танках. Они не связаны между собой. Не помню ли я говорил о классе самолетов или нет, но он доступен как серия очков, когда вы играете за танк. Кажется, здесь я вам уже все показал, так что предлагаю сыграть несколько боев в лайф-режиме. За танки и за корабли. Да, лодки назвать неправильно, за корабли. Давайте попробуем выходить за Японию. Заодно вам покажу, как устроена зенитка. Вообще, посмотрите, как что выглядит. Можно выбирать количество снарядов. Не советую ставить максимум тем, кто играет, потому что от этого слетает боевкладка с одного выстрела, от одного любого попадания. Можно выбрать точку, где вы... где вы... где вы будете высаживаться. Кстати, интересно, я, видимо, бывал в бой, который уже начался. Собственно, вот что можно сказать. Камера очень бесячая, потому что, видите, она не совсем статичная. Она может подниматься вверх-вниз. Это не очень удобно. Но, опять-таки, кого-то это прям дико бесит. Я уже, в целом, привык, так что, ну, к каждому свое. Вот он, с системой повреждений. Она без изменений. Все как в большой тундре. К слову, некрасиво сделал. Забрал фраг у парня. Он с ним стрелялся. Но, тут уже дело такое. Все вроде победы. Я по миникарте зад танк увидел. Трис и четверка. Он спрятался за колонной. Я его не вижу. Вот он. Очень плохой выстрел, потому что я ему сломал только двигатель, а он еще может выстрелить по нам. Нужно в башню попробовать. Я постараюсь ехать, но, я думаю, мне уже конец. Я видел, что по мне сзади кто-то стрелял, но надо было что-то делать с 34-кой, потому что это не дело. Сейчас попробую починиться. Не очень ситуация получилась. Меня с двух сторон окружили. Я не знаю, если честно, как мне здесь быть. Надо, чтобы... Кто-то убрал 34-ку, потому что... Сейчас она уберет меня, скорее всего. Назад я отъехать не могу. Впрочем, то, о чем я вам и говорю. Но, тем не менее, мы побеждаем. Я сейчас возьму другой танк. Всего можно за бой выехать 3 раза. То бишь, вы можете сделать это трижды на одном танке, первый раз и два раза за дублер, или на трех разных машинах. Больше нельзя. Так, вернемся к нашей ситуации на фронте. Две точки за нами, третью забираем. Давайте я вам покажу самолет, как раз таки. Это не бомбардировщик, но, собственно, вот. Сделав один и больше фрагов, вы можете пересесть на самолет. Кстати, интересный самолет очень редко встречается. У него есть ракеты. Сейчас. Нет, вообще неудобно. Не получается попадать. Человек очень хорошо маневрирует. Ну, либо же я рак, что, скорее всего. Все, ну, конец. У нас еще есть время. Давайте попробуем зайти на кого-то с ракетами. Даже скриншот сделаю. Потому что очень редко этот самолет попадается. Вот эта вот зенитка, насколько я понимаю, да. Оп. Зенитка была, зенитки нет. Все, время закончилось. Мы возвращаемся обратно на танк. Еще какой-то союзник вылетел на бомбардировщике, но у нас нет пока что очков ему помочь. Так что едем их набивать. Есть арт удар, но пока его особо некуда кидать, так что придержим его. Насчет самолета, как только вы сбросили лишний килограмм, если играете за бомбардировщик, советую вам сразу отправлять его в преисподнюю и возвращаться на танк. Потому что, пока вы летаете на самолетике, ваш танк как сестренка, которая застряла в стиральной машине. Ну или, проще говоря, вы беспомощны. И просто стоите, как халявный франк. Весьма удачный бой в целом. Так, по мини-карте смотрю, где-то к нам подкрадывается тяжелый танк. Вот он здесь едет. Это КВ. Очень страшная фигня, потому что нереально его пробить. Забавно получилось, но обычно такого не бывает. Обычно он из 10 выстрелов не умирает, потому что... Действительно, у него есть броня, в отличие от Блица. Но у японца довольно-таки неплохое пробитие. Я нажал на бомбардировщик, но, скорее всего, вылететь мы уже не успеем. Так что я потом еще сделаю вставку с... Я потом еще сделаю вставку с бомбардировщиком, чтобы вы понимали, что это за класс техники. За этот бой мы заняли второе место. В принципе, неплохо. Итак, мы заняли второе место в этом бою. Уровень справа — это уровень танка. Уровень слева — это уровень нашего профиля. Повышая уровень танка, то бишь Т-16, в нашей ситуации чину-2 — это главный танк ветки. Когда мы повышаем, образно говоря, его уровень, мы повышаем уровень вообще всей ветки. И, соответственно, открываем новые танки вот этой вот мини-ветки. То, что я вам показывал ранее. И получаем материалы для улучшения. Когда вы улучшаете что-то в ветке, эти улучшения распространяются на все танки. Можно посмотреть подробный результат. Мы уничтожили троих. Человек на первом месте уничтожил пятерых. Сейчас была небольшая магия монтажа. Я промотал момент боя на среднем танке и взял зенитку. Как раз вот вражеская команда взяла бомбардировщик. Сейчас попробуем его сбить. На самом деле, я не знаю, когда лучше брать зенитку в начале боя, в середине или в конце. Так, они летят оттуда. Вот, вот они оттуда летят. Тяжеловато на зенитке стрелять. Нет какого-то адекватного прицела. Хотя, вот видите, я один раз попал и все. Самолет улетел. В ангар. С мягкой посадкой я тебя, товарищ. Так, вражеская команда снова взяла бомбардировщик. Сейчас попробуем его сбить. Смотрим на мини-карту. Он летит где-то с того угла. А, вот он откуда летит. Сейчас, сейчас, секундочку. Видите? Все, он разбился. То есть, в целом, если попадать, то зенитка работает хорошо. Но проблема в том, что не появляется вот этот вот прицел, по которому нужно стрелять, чтобы попадать. И очень тяжело так просто вслепую примерно рассчитывать, как попадет. Кстати, сейчас будет очень грустно, потому что вражеская команда взяла целых три истребителя, а я один. И я думаю, я даже не успею долететь до сброса. Я постараюсь, конечно, как-то маневрировать, но... Ну, самолет уже плохо. Да, скорее всего. Скорее всего, здесь я особого результата не покажу. Хотя, вот, может быть, получится этого товарища сейчас накрыть. Нет, я думаю, это бессмысленно. Он просто уедет от бомб. Слишком много истребителей было, да, он просто уехал. Мне тяжело было нормально сконцентрироваться. Ну, далеко, далеко бросил. Ну, все, можно, в принципе, разбиваться бессмысленно. Четвертое место. Сейчас будет еще одна маленькая вставочка с боем на самолете. Советую всем, после того, как вы сбросили пару лишних килограмм, сошать самолет, потому что дальше летать нет смысла. Ведь с пулеметом вы уже ничего не сделаете. Ну, только если не найдете зенитку. Хотя, как вы видели из прошлого боя, при прямом столкновении лоб в лоб побеждает зенитка. Ну, буквально пару выстрелов и нет самолета. К тому же, пока вы управляете самолетом, ваш танк совершенно беспомощный. Вы вот знаете, словно состренка, которая застряла в стиральной машине. Однако, чтобы немного попантоваться, я решил показать, как самолет можно сажать. Ну, вдруг вам сильно скучно будет. Может, тоже побаловаться. Перед тем, как показать бой на корабле, я имею честь представить спонсора этого видеоролика. А именно, Рейдж. Но нет, на самом деле, не Рейдж, Shadow Legends. Я бы хотел обратить ваше внимание на один очень интересный телеграм-канал, посвященный War Thunder Mobile. Он берет свое начало с Edge-версии. Тут вы найдете актуальные и информативные новости, связанные с игрой. И да, в чатик заглянуть не забудьте. Я там тоже есть. Внутренняя составляющая. И торпеды. У меня уже накопилось 21 шестеренка, если это так можно назвать. Можно вот так прокачивать это все дело. Подтверждаем. Ну, пусть будет пока так. Качайте все. Тут нет чего-то такого, что нужно, что не нужно. Поехали уже без лишних слов в бой. А, забыл кое-что показать. У кораблей нету этих мини-веток. То есть вот корабль просто есть корабль. У него нет никаких дополнительных кораблей, ни авианосцев, ничего. Поехали в бой. Кораблики обычно не пользуются популярностью в играх. Даже на ПК Тундре, ну, как я понимаю, в этой игре только прям любители такого. Я тоже не фанат, но, тем не менее, мне понравилось. И вполне себе можно отдыхать на корабликах. Так это дело выглядит. Чуть-чуть побольше звука. Торпеды очень интересная тема. Наносят много урона, но нужно приловчить с ними стрелять, потому что... Плывут они довольно-таки долго. Хотел вам показать. Обычно... В корабликах играют одни боты. Ну, паника можно понять. Вот, например, Сидар. Это бот, скорее всего. Слово, пока я рассказывал, я уже начинаю выгребать пополно, так что нужно начинать давать ответ. В левом нижнем углу прочность корабля. И нам уже очень плохо. Но можно, по-моему, ходу использовать аптечку. Берем комплект. Чувствую я, надо будет в дыму уходить, потому что они прям плотно на меня огонь сконцентрировали. И мне сейчас очень больно. Да-да-да, надо срочно в дыму уходить, иначе у меня будет конец. Так-так-так-так-так-так-так, все. Останавливаем ход, потому что... Уже дело пахнет керосином. Аликсин тоже поздно-поздно останавливается. Все, да. Хожу мне засканец. Используем аптечку. Попробую торпедами его взять. Он сам в дыму ушел. Да, я попаду торпедами, похоже, по-моему, мне будет очень больно сейчас. Он тоже торпеды запустил, это очень плохо. Если они попадут по мне, то... Да, этот парень оказался жемучее, чем я. Он улетит моя последняя торпеда. Да, она его прикончила. Забавно. Забавно, конечно. Впрочем, можно выходить уже отсюда. Собственно, вот, это были корабли. Нам дали еще больше шестеренок для прокачки. Опять-таки, если будет смысл, когда я открою подводные лодки, я, возможно, тоже сделаю про них видео. Как бы это глупо не было. Но в целом, кораблики мне тоже нравятся. Это весьма забавно в какой-то мере. Хотя, меня, конечно, накрыли плотно. Теперь перейдем к еще одному пункту, о котором я бы хотел рассказать. Это данные. Итак, последнее, о чем я бы хотел рассказать, это данные. Начнем с веса. К слову, я был удивлен, но в моем случае она весит всего 3 гигабайта. И это с учетом того, что я скачал все данные. Отмечаю, что в игре нет какой-то одной кнопки, которой можно было бы скачать все данные за раз. Поэтому, чтобы полностью скачать все, вам нужно, как на видео, прокликивать каждый ранг, неважно, будь то танки или корабли, и таким образом вы сможете скачать все файлы. Также сюда я решил добавить еще один момент, а именно вопрос, сколько данных съедает игра, если вы играете через мобильный интернет. Думаю, здесь есть люди, которым это важно. Например, кто-то может играть, когда идет в школу, либо же, как в моем случае, идет на завод. Результаты вы видите на своем экране, так что думайте, много это для вас или мало. Благодарю каждого за просмотр этого видео, за потраченное на него время. Даже если вы зашли на одну секунду, увидели, кринжанули и поставили дизлайк. Это был мой первый опыт в создании подобного контента. Я, кажется, чуть ли не целый день на это потратил. Старался сделать смешно, но не слишком, потому что здесь не цирк, а я волк. Ну, все вы все понимаете. Не знаю даже, что еще добавить. Ну, всем удачи и до встречи. Пишите в комментариях, что вообще думаете, как бы, как вам игра, и увидимся.